Здравствуйте, с вами Евгений Шувалов и сегодня я покажу вам партию шахматных движков, которую мне прислал один из подписчиков. Эта партия отличается от других тем, что в отличии от них она игралась в Rapid, а не в классику. Это был турнир на сайте Chess.com и также в нем принимало участие Lila Chess Zero и Stockfish. Так поехали, Lila играет белый, начинает ходом T4 и Stockfish собирается играть голландскую защиту ходом F5. Но Lila играет максимально агрессивно и жертвует пешку ходом E4. На доске знаменитый гамбит Стаунтона. После взятия на E4 белые немедленно нападают на пешку конем и на ход кони F6 играют слон G5. Но здесь нужно упомянуть небольшую ловушку, если черные играют D5, защищая пешку вот таким вот способом, то ходом FH5 белые объявляют двойной удар на короля и на пешку D5, отыгрывают материал и получают лучшую позицию. Поэтому кони F6, прикрывая поле H5 и слон G5. Белые максимально свободно развивают фигуры и в нужный момент грозят отыграть пешку E4. Здесь я скажу, что известный специалист по голландской защите, гроссмейстер Владимир Маланюк, в своей книге «Универсальная голландская защита» в этой позиции рекомендует за черный ход конем на поле C6, не пытаясь удержать пешку. И, собственно, этот ход является лидером по популярности, но в нашей с вами партии Стокфиш делает ход G7-G6. Также не цепляясь за материал, дело в том, что если белые немедленно отыгрывают пешку на E4, то, во-первых, они решаются по имуществу двух слонов, а во-вторых, после хода D7-D5 у черных довольно свободное развитие в симметричной позиции, и вот эти два слона где-то в эншпиле могут сказаться, так что здесь уже скорее белым нужно думать о том, как аккуратно уравнять игру. Поэтому Лила не спешит разменивать фигуры, она делает ход слон C4. Опять же, препятствуя продвижению D7-D5 и где-то препятствуя короткой рокировке. Слон G7 пока продолжает черные заканчивать развитие, белые занимаются тем же самым и, наконец-то, C7-C6. Рокировка невозможна, поэтому Стокфиш создает позиционную угрозу сыграть D5 и полностью укрепить свой центр, после чего у черных легкая игра с лишней пешкой. Этого хода ни в коем случае нельзя допускать, и белые сами ставят свою пешку на D5. Идея в том, что после взятия на D5 сильнее всего взятие именно слоном. Потом взятие ферзем, и у белых мы видим перевес в развитии, они уже готовы сделать длинную рокировку. Пешкой E4 они в любом случае отыграют, и позиция все-таки с небольшим перевесом белых. Пока что черные не могут рокировать, пешка на E7 находится под прицелом слона. Есть некоторые проблемы у черных. Но Стокфиш играет принципиально, он делает ход E6. Идея хода в том, что после взятия на E6, черные, конечно, не берут пешку обратно, а играют все-таки D7-D5 и строят красивую пешечную цепь в центре. За этой пешечной цепью черные могут чувствовать себя в полной безопасности, в нужный момент отыграют пешку на E6 и могут даже перехватить инициативу. Поэтому взятие на E6, конечно же, плохо. И белые забирают на E4 конем, пока что пользуясь связкой и грозя вторжением на поле D6 с очень неприятным шахом. Черные не допускают этого, просто делая короткую рокировку. Теперь вновь грозит взятие на D5 с двойным ударом. И здесь небольшое отступление от нашей партии. Скажу, что эта позиция уже встречалась в партии по переписке, и там белые просто побили пешку на E6. Черные сыграли D7-D5, нападая на две фигуры. Белые сделали короткую рокировку, и оказалось, что ни одну из этих фигур брать нельзя. Если побить пешку на E4, то в скрытый шаг от пешки выигрывают ферзя и партию. А если побить фигуру на C4, то следует размен ферзей и взятие на F6, тоже с выигранной позиции у белых. Поэтому черные просто забирают пешку на E6 слоном. Белые отступают слоном, сохраняя связку по диагонали. Черные также укрепляются, происходит размен, и возникает следующая позиция, где у черных мощный пешечный центр, пешка на D5 надежно защищена. Но все-таки позиции, наверное, примерно равные, у белых тоже нет слабостей, и та партия завершилась логичной ничьей. А в нашей с вами встрече Лила играет намного более амбициозно, и она ставит свою пешку на поле D6, вбивая клин в позицию черных, и как будто разрывая ее на две разные части. Теперь фигуры ферзьевого фланга долго не смогут войти в игру, и черным приходится искать способы избавиться от блокадной пешки, которая полностью парализует их игру. Как они это делают? Шаг с ферзем с поля А5, избавляясь от связки, и теперь черные готовы побить на E4. Белые закрываются на D2 слоном, под боем ферзь. Ферзь отступает на E5. Происходит размер на поле F6, ну и как бы между прочим, черные грозят матом в один ход. Конечно, самый логичный ход здесь является короткая рокировка, так бы сыграло бы 90% шахматистов, но Лила делает ход F2-F4. На первый взгляд непонятно, зачем Лила ослабляет черные поля вокруг собственного короля, и почему она не заканчивает развитие, не понимает этого и Стокфиш. Он просто забирает пешку на B2, продолжает создавать одноходовые угрозы, белый отводит ладью, и ферзь F6 возвращается назад. Стокфиш просто занимается пешкоедством, а белые заканчивают развитие сил. И теперь мы видим, что у белых все фигуры вышли в бой, готовы к атаке, в то время как полностью ферзьевый фланг черных находится в своей конюшне, и пока что в ближайшей перспективе не может войти в игру. Но Стокфиш не был бы Стокфишем, если бы он не нашел способа избавиться от занозы на поле D6. Он играет в ферзь F5. Угроза поставить шаг с поля C5 довольно серьезно, после этого угрозы белые либо теряют фигуру, либо теряют пешку на D6, поэтому ход король лишь один кажется логичным. Король отступает из-под шага, но черный ферзь все равно идет на C5, и нападает сразу и на слона C4, и на ту самую пешку на поле D6. Здесь надо понимать, что если белые потеряют эту пешку, то черным будет намного проще развивать свои силы, и лишний материал должен сказаться. Но Лила все просчитала, и в этой позиции она не уводит из-под боя ни одну из фигур, а играет F4, F5, подставляя под бой еще и третью пешку. У черных просто разбегаются глаза, они могут побить пешку на F5 двумя способами, могут пешкой, могут ладьей, могут побить пешку на D6, могут стукнуть слона на поле C4, но ни один этот ход не помогает развитию фигур. Давайте смотреть по порядку. Возьмем, например, на F5 пешкой, тогда белые играют ладья B3 и подключают ладью к атаке по линии G. Отдают поэтому слона на C4, ладья идет на G3, здесь уже во многих вариантах слон готов выскочить на поле H6, ферзь готов подключиться по большой диагонали, например, ладья F7, конь идет на F4, C5, попытка как-то закончить развитие, но конь идет на H5, готов уже ход слона H6, а на король H8, уходя из-под связки, следует взятие на G7, ну и проще всего выигрывают ход ферзь А1 и слон C3. И вот эта связка по большой диагонали, конечно же, решает игру в пользу белых. Ну что ж, очень опасно вскрывать линию G, давайте попробуем разменять ладьи. В этом случае происходит примерно то же самое. После размены ладьей, белые играют ладья B3, готовы перевести ладью, но может быть небольшая разница заключается в том, что есть ход слон Е5, пытаясь взять поле G3 под прицел, но даже это не помогает, белые просто игнорируют эту угрозу, все равно объявляют шах, забирают конем, жертвуют просто весь материал, позицию у черных лишняя ладья, но конь, ферзь и слон атакуют по сути голову короля черных, и здесь уже ясно, что черным не сдобровать, приходится отдать ферзя, и в такой позиции у черных остается только их неразвитый фланг, который, конечно, не способен помочь собственному королю. Ну и последнее, наверное, что надо посмотреть, это взятие той самой занозы на поле D6. Давайте заберем эту пешку и попытаемся развить все-таки ферзевый фланг. Тогда белые забирают на G6, после размены ладей грозит вторжение на седьмой ряд, поэтому надо убить пешку. И просто слон D3, здесь невооруженным глазом видно, что у белых все фигуры в атаке, в то время как фигуры черных все еще спят на ферзевом фланге на своих начальных позициях. Ну и просто здесь черные не способны удержать атаку белых, белые простыми ходами создают одноходовые угрозы, подводят фигуру к атаке, а черные никак не могут защититься. Ну что ж, Стокфир все это понимает, и он избирает самое принципиальное взятие, забирает слона на поле C4. Если он не может отбить атаку, то хотя бы надо запастись максимум материалом. Итак, ладья F4, белый подтягивает ладью, происходит взятие на G6, и ладья идет на G4, пешка на G6 под боем, черные защищаются из последних сил, конь C3, с темпом атакуя ферзя, и готовый перевод коня на поле E4. Естественно, ферзь не берет пешку, чтобы не попасть под двойной удар, он отступает на G5, конь идет на E4, под боем ладья, теперь конь идет на поле G3, и перед нами просто картинная позиция, мы видим, что у черных лишняя фигура и пешка, но все их фигуры находятся не дальше седьмого ряда, этот фланг вообще стоит, как декоративное украшение, оставшиеся фигуры из последних сил защищают короля, но видно, что конечно никакой активности здесь нет, пешка D6 разрывает позицию на две половинки, и оставшиеся белые фигуры должны пойти и замотовать черных. Ход слон G5 отлично подчеркивает беспомощность всей черной армии, и грозит ход ладья H4 с поимкой ферзя, но если попытаться защититься, например сыграть слон E5, увести ферзя на G7, то белые постепенно подтягивают фигуры, все фигуры приходят на королевский фланг, ну и мы видим, что здесь уже нет защиты от взятия на G6 ладьей, и белые выигрывают материал, и добираются таки до черного короля. Поэтому черные пытаются отдать ферзя, но хоть как-то завершить развитие, они играют C5, готовя выход коньян C6. Ладья H4, нападая на ферзя. Забираем ладью, и все-таки конь выходит в игру, но этого все-таки мало. Белые нападают на пешку, черные защищают ее конем, но ферзь перескакивает на ферзевый фланг, и здесь тоже он создает неприятное давление, в частности на ход B6, который последовал партии. У белых есть простое взятие на B6 ладьей, и мы видим, что взятие ответное невозможно, из-за связки по линии А. Ну что ж, конь C4, пытается тактическим путем Стокфиш действовать, нападает на ладью, убрать коня нельзя, поскольку нарушается та самая связка, а после отступления удается Стокфишу съесть, наконец, занозливую пешку на поле D6, но это уже слишком поздно. У белых ферзь в игре, и ферзь создает многочисленные угрозы. Под боем пешка на G6. Если защищать ее королем, то тут есть тактический ход слон Е7, брать слона нельзя из-за вилки с поля H4, а на ход КНЕ в 5 происходит просто размена фигур, и мы видим, что все так же черным сложно закончить развитие. Ладья контролирует позже B7, слон не может войти в игру, а белые постепенно реализуют здесь ферзя. Но Стокфиш решает закончить развитие, пожертвовать ради этого пешкой G6, вывести зато своего слона на нормальную позицию, следует ход H3. Простая форточка, и дальнейшая часть партии по сути является реализацией большого позиционного перевеса. Давайте посмотрим, как это делает Лила, в принципе. Можно было делать это постепенно, но Лила не гнушается серьезных мер, и она забирает ладьей на Е4, жертвуя еще и качество. И теперь получается Эншпи, где ферзь боится против двух ладей. Обычно две ладьи бывают не слабее ферзя, но здесь, во-первых, слишком раскрыт черный король, и у белых есть две связанные проходные на королевском фланге, которые представляют собой грозную силу. Кроме того, мы видим, что белые выиграют пешку на Ц5, а через пару ходов они еще и выигрывают пешку на поле А7. Вот так вот это происходит. Видим, что образовалась еще одна лишняя пешка у белых, и теперь пешка А также будет отвлекать черных от защиты. В принципе, в этой позиции уже можно было сложить оружие. Мы видим, что белые двигают пешку А как можно дальше, отвлекая силу черных. Пока в серии шахов пешка идет на А5, на А6, на А7. Забирать пешку, конечно же, нельзя из-за двойного удара и теряется ладья. Черные блокируют ее ладьей. Ну, видно, что пешка дошла далеко, черные должны ее выиграть, но все-таки она оттянула все черные фигуры на ферзевый фланг, и только после того, как черные максимально отдалились от королевского, белые начинают двигать пешки на этом участке доски. И здесь две связанные проходные просто решают игру. Не могут никак черные остановить напор этих пешек. Пешки просто идут вперед, но здесь можно было выигрывать по-разному. Можно просто толкать пешки вперед. Обратите внимание на издевательский стил Лила. Она просто отдает ферзя за ладью. Отдает ферзя и дальше двигает пешки и выясняется, что ладья никак не может остановить две связанные пешки на шестом иду. Пешки идут вперед. Дальше они идут вперед. И вот ферзь появился на доске. Ну, абсолютно выигранная позиция. Дальше белые еще съедают пешку на Д5. Эту позицию я уверен выиграл бы любой из моих зрителей. Просто проводим вторую пешку к ферзи. Но Лила хочет продемонстрировать свое превосходство во всей красе и отдает проходную пешку. Получается чистой воды Эншли ферзь против ладьи. Мы все с вами знаем как тяжело выиграть этот Эншли против шахматного движка. Но это тяжело для нас обычных шахматистов. Для Лила же это никаких проблем. Она постепенно оттесняет черного короля. Ходом ферзь А5 вынуждается первый Цук Цуанг. Ладья вынуждена отойти от короля. Потом ферзь Д5 шах и ферзь Ф5 новый Цук Цуанг. Вновь ладья вынуждена покинуть шестой ряд. Либо король сделать ход. После чего шах с Е4. Король опять подходит. Мы видим что эти поля контролируются ферзем. Шахов к белому королю нет. Создается угроза матов один ход. Приходится королем бежать. Ну и здесь серия шахов просто выигрывает ладью. После чего можно было бы сложить оружие. Но движки матов. Вот такой поцелуй белой королевы венчает эту партию. Красивая динамичная игра в исполнении Лилы Чес-Зиро и Гамбин Стаунтона во всей красе. Кому понравилось видео обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А с вами был Евгений Шувалов. И если есть какие-то партии которые вы хотели бы чтобы я разобрал тоже пишите это в моей группе в фейсбуке. Постараюсь посмотреть и вполне возможно что эти партии также появятся на канале как и это. Всем пока. Эти партии также появятся.